Голос Шаляпина на старой пластинке лишь отдаленно воссоздает впечатление от единственного концерта, который состоялся в городском театре 18 сентября 1909 года. Тогда Фёдор Иванович приезжал в Самару на могилу матери, а вот то, что об этом писали местные газеты, сохранилось в оригинале, так же достоверно, как если бы это случилось вчера. Вот приезд Фёдора Ивановича Шаляпина. Вчера с пароходом общества «Самолёт» приехал из Казани в Самару Фёдор Иванович Шаляпин. Сегодня состоится его концерт. Это газета от 18 сентября. Самара его связана достаточно долгая история, он здесь бывал и до этого, и здесь была похоронена его мама на Всецвятском кладбище. В той же газете было напечатано интервью, да, местные репортеры взяли интервью у Фёдора Ивановича Шаляпина, вы его тоже можете посмотреть. Исторические документы, журналы, газеты от оснований Самарской губернии и до начала 20 века. Первый том экспозиции пространства Самарского времени обнародован в областной универсальной научной библиотеке. О наиболее ярких событиях возложения репортеров современные читатели могут узнать из периодической печати. В том числе и о том, как в Самаре отметили императорский указ о создании новой территориальной единицы. Как, собственно, проходил сам этот день открытия губернии, подробно описал в своих воспоминаниях Егор Никитевич Аннаев. Вот здесь представлены цитаты его, что, конечно же, был отслужен молебен, был крестный ход, который направлялся у нас в дом Маки, как я говорил, где, собственно, было объявлено образование губернии. Там был зачитан указ о образовании губернии, где присутствовали тогда весь, наверное, свет общественности. Почти весь архив оцифрован, и всё это можно прочитать в сети интернет. Но эта экспозиция буквально пропитана духом времени. Сюда читатели приходят не за информацией, а чтобы почувствовать атмосферу 19-го столетия. Как говорил Пётр Столыпин, в России за 10 лет меняется всё, а за 200 лет ничего. И словно машина времени здесь установлен вот этот гарнитур, который позволяет окунуться в атмосферу 19-го века и почитать газеты. Так же, как самарский губернатор Константин Карлович Грот знакомился с утренней прессой и изучал техническую документацию. Первых уличных скипидарных фонарей. Так получилось, что Самарская областная библиотека была основана в этот же день, только 9 лет спустя. Об этом отдельный стенд, посвященный Петру Алабину. И символично, что выставка открыта ещё и в день рождения библиотеки. Первые газеты в оригинале, в печатном виде, что уже сейчас бывает, как раритет считается, той печати, периодической печати, которая начала жить в нашей губернии 170 лет назад. И на этих источниках, в этих источниках вы можете увидеть все самые важные события, которые не только для губернии были знаковыми, но и в мировом масштаб имели большое значение. Впереди открытие ещё двух томов. Они будут выставлены на обозрение в течение юбилейного 2021 года. В них репортеры отразили ключевые моменты истории Самары Куйбышева в 20 веке, подтверждая известную истину. Событие можно считать состоявшимся только тогда, когда оно опубликовано. Олег Зверев, Максим Гусев. События.